Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 224. Прочитай текст. Как ты думаешь, как он называется? Почему? Какую букву нужно написать в заглавии? Почему? Спеши текст, вставляя пропущенные буквы. Прежде чем написать букву, подбери проверочное слово. Лиса. В лесу живет рыжая лиса. Лисий дом нора. У норы играют веселые лисята. Лисица учит их лисьим повадкам. Найди в тексте однокоренные слова. Выдели корень. Поставь ударение. Подчеркни букву ударного гласного двумя чертами. Безударного одной. Назови проверочные слова. Докажи, что эти слова проверочные. Проверочными буквам безударного гласного в корне будут слова, где звук будет ударным. Например, лиса, лисята, лисица. Проверяем. Лис. В лесу. Лес. Нора. Норка. Ставим это слово под ударение. Текст называется лиса. Потому что в нем идет речь о лисе. Лиса. В лесу проверочное слово лис. Живет рыжая лиса. Проверочное слово лис. Лисий дом. Норка. Проверочное слово нора. У норы играют веселые лисята. Лисица учит их лисьим повадкам. Проверочные слова среди однокоренных слов. Лиса. Лисий. Лисята. Лисица. Лисьи. Потому что в них гласный в корне стоит под ударением. И ясно слышим. Подчеркни букву ударного гласного двумя чертами. Безударного одной чертой. Поставим знак ударения. Выделим знак корня. Объяснение. Первое. Прочитай слово. Поставь в слове ударение. Третье. Выдели в слове корень. Четвертое. Подбери однокоренные слова. Или измени слово. Среди этих вариантов найди проверочное слово. Где гласный в корне будет ударным. Пятое. Посмотри на букву, которой обозначен ударный гласный в корне. И вставь такую же букву в слово. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.